С корабля в музей глава Российского императорского дома прибыла в Иркутскую область из Бурятии на водном транспорте. После длительного пути через Байкал оказаться среди памятников деревянного зодчества для княгини Марии Владимировны словно попасть в родную стихию. Вы видите, дом конца 18 века. Маленькие окна, когда-то они были затянуты бычей. Это дом городового казака. А это дом начала 19 века. Вы видите, большие окна, уже четырехскатная кровля такая. Как отметила Мария Романова, за все время поездок по России подобных музеев она не встречала. На 70 гектарах земли ретроспективно воссозданы четыре историко-культурные зоны – Русская, Бурятская, Эвенкийская и Тафаларская. В самой большой из них – Русской Ангаро-Элимской зоне – собраны уникальные памятники деревянного зодчества при Байкале с 17 до начала 20 века. Главной достопримечательностью музея являются Спасская проезжая башня и Казанская церковь Элимского острога. А здесь, конечно, такой невероятный памятник нашей культуры вы сотворили. Просто невероятно приятно это видеть, что действительно для взрослых уже, но и тоже для молодежи, будущего поколения. Наши истории, наши традиции здесь сохраняются и можно им показать. За заслуги перед Отечеством великая княгиня вручила директору музея Владимиру Тихонову памятную медаль в честь 400-летия Дома Романовых. Этот музей на нее произвел шок. Почему? Потому что это сохраняется то прошлое, что было при ее предках фактически. Поэтому я думаю, что это аванс на будущее и мы дальше будем музей развивать, развивать и развивать. Тальцы и раньше принимали высочайших особ. Несколько лет назад здесь побывал правнук российского императора Николая I. В планах музея поддерживают связь с монаршим домом и в дальнейшем. Мария Токмакова, Евгений Шарыпов. Новости сейчас.